Из тетради воспоминания Микрюковой Смольниковой Жанны Фёдоровны «Кто я, откуда и зачем?» Тетрадь вторая. Событие радостное. Рано утром, 21 марта 1997 года, родился малыш. Родила Лена без осложнений, без разрывов. После четырёх дней выписали. Одна забота, нет молочка. Опять будет расти на смесях. Но ничего, был бы здоров. На вид чистокровный Смелянский. На всех сразу похож. На Гарика, на Таню, на Галю. А в итоге на папу Диму. Глаза Танины. Пока Лены не было, Дима приводил в порядок детскую персональную для малыша. Илью и Аню переселили в дальнюю большую комнату. Там сделали спортивный комплекс, две кровати, два стола. Наступили как раз каникулы, и всем стадо малышня нагрянуло к нам. В придачу Макс и попугай Карлуша. Кошка гоняет попугая. Собака – кошку. А дети – собаку. А мы – детей. Вышли из положения так. Собаку привязали. Попугая из клетки не выпускали. За кошкой контроль. В конце концов, все утряслось. У Димы стояла пыль столбом. Чистили полы и под паркет покрывали мастера пол лаком. Приходящая домработница мыла шкафчики, посуду, окна. Вытирала пыль, стирала и гладила белье. Потом вызвал чистильщиков мебели и ковров. Все вымыли. Наконец-то Лена дома. Все соскучились. Илья даже не ходил в сад. Привыкал к брату. Он почему-то был разочарован, но все равно гордился, что у него есть брат. Пошел в сад хвастать. Такой смешной он стал интересным рассказчиком. Знает всякие истории, запоминает рассказы и сказки. Потом из слова в слово может рассказать. Часто хожу за ним в садик. Всю дорогу болтает. Малыша долго никак не называли. Развернулась целая баталия. Все придумывали ему имя. Спорили, предлагали. То Давид, то Максим, то Федор. Одно время начали называть Женей. Я возмутилась. Наконец-то остановились на имени Даниэль, Даниэл, Дэниэл. Решили на русский манер назвать Данила. И пошло. Данечка, Даня, Данюша, Данька, Данилка. И так далее. Все обрадовались. Из письма Лены, бабушки Нади. Здравствуй, дорогая бабулечка. Ну как ты там поживаешь? Самая главная наша радость, это, конечно, Данила. Это наше солнышко. Он включается как лампочка, всегда с улыбкой, без всяких капризов. Он лучшее лекарство от всех неприятностей. Любит его все беспредельно. Это наш Дима и ребенок. Бабушки пока с ним бывают редко. Аня была бабушке Жанны. Илюшу больше был обожаем Димиными родителями. А этот уже наш полностью. У мамы совсем нет здоровья. С ним нянчится. Он уже тяжеловат, хотя и к рукам не приучен. Но ведь надо его поднять в кроватку, перенести на другое место, подмыть. А Дима и родители далеко, да и заняты на работе, да на даче. Пришло письмо от Лены от 27 февраля 2000 года. Данил растет очень забавным. Просто чудо. Представляю, как бы он вас повеселил. Он так много и смешно говорит. А еще омага. Еще бумага. Я не обью. Я не разобью. Я осю Лиза. Я смотрю телевизор. Я осоко. Я высоко. Я осей, мне надо нога сока. Я большой, мне надо много сока. А меня ноги фу. У меня ноги на шкафу. Я адусь ососа. Я боюсь пылесоса. Осюда аду. Отсюда упаду. Кто это? Что это? Это он высказал за последние пять минут. Он все время в движении, что-нибудь болтает и поет песни. Прыгает на диване. Любит смотреть телевизор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...